Теперь и моря не видать. Отдыхающие летом туристы, выходя с электрички, могут встретиться лицом к лицу с бетонной стеной, которая выросла прямо в 100-метровой пляжной зоне, несмотря на нарушения водного кодекса. Как говорят местные жители, здесь тайком раздали под застройку около 16 участков. Это началось в этом году, хотя процесс был запущен, насколько нам известно, в 2016. Это было принято решение Затовским поселковым советом. Кто его принимал, какие депутаты, нам неведомо, это пусть прокуратура разбирается. Здесь есть участки людей, которые имеют возможность даже купить в другом месте. Я даже не знаю, почему они здесь покупают, зная о том, что на сегодняшний день море сносит буквально все участки, которые построились в таком малом расстоянии от моря. 65 метров. Ширина от платформы до уреза воды 65 метров. 16 метров железная дорога, а остальное пляж должен быть. Они оставляют 15 метров пляжи. Согласно водному кодексу, строительство любых сооружений в 100-метровой зоне запрещены. Прибрежная защитная полоса вдоль моря входит в санитарную зону. На этом месте можно строить только санатории и другие лечебно-оздоровительные учреждения. Приехав на пляж, нам удалось застать рабочих, которые ограждали участок забором. Один из них сказал, что на этом месте планируется база. Какое здесь будет сооружение? Какого типа? Ну, это будет база, или что это будет? Гостиница, или это будет частный дом? Не хочу. Ну, вы знаете. Вы знаете, да? Ну, мекните хоть. Давайте хорошо. Я уберу камеру. Что там? База. База? По данным Геокадастра, эти участки предназначены для индивидуального дачного строительства. Но как в этих домах будут выводить канализацию, если в принципе в затоке нет, можно только догадываться. Варианта два. Выгребные ямы или прямой путь в море. У людей есть уже проустанавливающие документы на эти участки, то есть они зарегистрированы в реестре права собственности. Но тут в чем коллизия с законом. На сегодняшний день у нас в государстве действуют законы, которые определяют невозможность здесь строительства. То есть есть такое понятие, как ДБН, СНИПы. То есть ДБН – это державно-будивальные нормы, санитарно-охоронные зоны, которые говорят о том, что вот сзади вас проходит железная дорога. В некоторых моментах 50 метров, в некоторых моментах 100 метров нельзя возле железной дороги делать строительство жилых домов. То есть второй момент – от моря тоже 100 метров минимум нельзя проводить строительство жилых домов. Владельцы участков говорят, что все разрешительные документы у них есть. Инспекции Белгороднестровского ГАСК никаких нарушений не выявили. Мы не первые владельцы этого участка, поэтому мы покупали. По закону есть от 20 до 100 метров разрешается строительство, от 20 до 100 квадратных метров погоны. Поэтому вода подходит и отходит, и поэтому постоянно это меняется, поэтому четких границ нет. Здесь мы будем перед участком, будет предусмотрено специальное, делать приспособление, которые тоже вот как здесь стоят, вот нам говорят, что вода может близко подойти, специальные, ну это будут строители уже этим заниматься, что когда будет прибывать вода, то есть, ну все будет предусмотрено для этого, не то что там… А вот канализация, куда будет? Канализация, как у всех, да, будет вывозная канализация, как у всех здесь, во всех их кооперативе в том же самом, потому что здесь нет канализации капитальной. Объяснить, что происходит на станции «Морская» просто некому. Исполнительный комитет поселкового совета «Затоке» отсутствует в рабочее время. А дел по развитию инфраструктуры отмалчивается, и где сейчас находится начальник, тоже неизвестно. Так что, вы не сможете выбрать, что такое надо? А почему? Просто не сможем. Почему просто? Нет номера. Да что вы? Нет номера? Вы уверены, что у вас нет номера? Вы же работаете в одном кабинете. Как-то же вы должны контактировать друг с другом. Так, контактируем. На рабочем месте. Местные жители говорят, что без боя пляжную зону не отдадут. Также, по их словам, они не могут получить доступ к детальным планам для их изучения. Местные чиновники навстречу идти отказываются. Если строительство будет продолжаться, будут действовать решительно. Мы и дальше будем следить за ситуацией в «Затоке». Светлана Довжук, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер». Корректор А.Кулакова Servио «Репортер».